К нашему эфиру присоединяется Сергей Братчук, спикер Украинской Добровольческой Армии Юг. Здравствуйте, Сергей! Слава Украине! Героям слава, слава вооруженным силам. Здравствуйте, коллеги! Вот подводный музей российских кораблей сегодня пополнился новым экспонатом. Ночью Керченский мост был перекрыт, шумно было на территории Крыма. И вот патрульный катер Сергей Котов ушел на дно. Что это за плавсредство? Для чего его использовали оккупанты? Ну, самое главное, что это был один из новейших кораблей Черноморского флота Российской Федерации. И вообще один из новейших кораблей вообще в российском флоте. Этот проект, который был специально предназначен для охраны водного района, для патрулирования водного района. И, собственно, Сергей Котов внес охрану Крымского Керченского моста. Сегодня безопасность этого незаконного сооружения становится еще как минимум на порядок ниже. Ну и, собственно, корабль пошел на дно. Два в одном, как сегодня сказал мой коллега, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, потому что на борту корабля, кроме пушечной установки, которая взорвалась, был также предварительно вертолет, транспортно-ударный вертолет Ка-29, возможно, Ка-27, то есть модификация вполне вероятна. То есть мы видим, что серьезная потеря для врага, тем более, что таких кораблей именно этого проекта у России не очень-то и много. Поэтому существенная потеря, ну и плюс менее защищенным становится этот район патрулирования. И, собственно, мы все прекрасно понимаем, что это еще одна успешная операция Силы обороны Украины, это подготовленная операция. Соответственно, Силы обороны нашли ключик к системе безопасности российского Черноморского флота и демонстрируют это в очередной раз. Да, неизвестна судьба еще экипажа, вполне вероятно, кто-то смог спастись, но я думаю, что о потерях мы будем узнавать потом из скромных, редких некрологов, которые будут появляться в тех или иных российских медиа по одному в неделю. Вот вы говорите, что таких подобных катеров у России не так уж и много. То есть, я так правильно понимаю, сейчас заменить россиянам такого рода катер невозможно? Или построить новый, например? Ну, если говорить о том, чтобы строить новый, во-первых, это же не вопрос одного дня, наверное, даже не одного года. Это, во-первых, во-вторых, санкции, которые действуют, они в любом случае влияют на российскую оборонку, влияют на производство кораблей. Корабли очень сложный механизм для того, чтобы так раз взять его и построить. Но, единственное, могут воспользоваться услугами Бурлакова из какой-нибудь Каспийской флотилии по суше могут перетащить корабль в Черное море, в чем я очень сомневаюсь. Поэтому Черное море закрыто. В любом случае, загнанный уже на определенную локацию Черноморский флот Российской Федерации в очередной раз несет потери, которые снижают его функционал, снижают его боеспособность и, собственно, снижают его, скажем так, влияние на то, что происходит на театре военных действий, в частности, Российско-Украинской войны. Поэтому потеря существенная. И многие говорили о том, что, вполне вероятно, в этой разработке также было предусмотрено использование на бортах таких кораблей ракет «Калибр». Были ли такие установки на Сергея Котова? Я думаю, что мы со временем об этом узнаем. В любом случае, потеря действительно очень существенная. Сергей, я бы хотел еще услышать ваше мнение по поводу самого видео. Вы наверняка пересматривали его. Вот, например, с Ивановцем какая была ситуация. И дождались его выхода из бухты Донузлав и уже, так сказать, в территориальных водах накрыли. А как вот в этой ситуации? Во-первых, где возможно его было таким образом поразить, зная, что россияне постоянно готовятся к подобным атакам. Плюс ко всему несколько поражений. Левый и правый борт «Корма». Плюс еще видео, знаете, такое показательное. То есть было несколько дронов. Вот как с этой точки зрения вы можете охарактеризовать эту операцию? В любом случае, надо отметить то, что силы обороны действуют, как всегда, креативно. Мы говорим о подразделении группа 13, Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Очень креативные ребята. Очень продуманные операции. И это самое главное. Суть не в том, как технически это выполнено. Наверное, об этом даже не следует говорить на открытых площадках, чтобы враг не понимал, откуда и что может его ожидать. Надо называть главное в этом то, что операция была подготовлена, то, что операция была спланирована. Она базировалась на получении информации, она планировалась на расчетах, соответственно, и на том ресурсе, который сегодня есть у наших сил обороны. Ведь мы не должны забывать о том, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины действовало в таком тесном сотрудничестве с нашими военно-морскими силами Вооруженных сил Украины. Поэтому, еще раз скажу, это подготовленная операция. Это операция, которая не позволила россиянам предпринять определенные меры для того, чтобы этих попаданий у них не было. Сегодня многие задаются вопросом, насколько беспечны россияне в своем поведении именно на боевых дежурствах. А это корабль, напомню, патрулирование. Я скажу так, что корабли патрулирования, они обеспечены соответствующей аппаратурой, у них подготовлены экипажи. Тем ценнее вот эта очередная морская победа наших вооруженных сил, наших сил обороны. Что удалось перехитрить врага, удалось его поймать. Я думаю, что продолжение следует. Да, надо будет что-то искать новое, но тем не менее. Сам факт наличия на борту вертолета К-29, то есть это поддержка операций, сам факт того, что это патрульный катер, сам факт того, что это была операция проведена в Керченском проливе, о боевых задачах подобного судна. Что вы можете сказать? Ну, боевые задачи не определяются в локации в том числе. Мы же прекрасно понимаем, что это еще одна ступенечка, по которой силы обороны приближаются к Крымскому мосту. Не просто к тому, чтобы на него посмотреть, а для того, чтобы это незаконное сооружение уничтожить. И мы прекрасно понимаем, что определенные заявления наших военных начальников, не только военных начальников, о том, что Крымский мост будет уничтожен, вот это становится реалией, причем реалиями вполне вероятно, я допускаю, скажем так, что это произойдет уже в этом году. Ну и, собственно, как генерал Буданов в свое время обещал, что мы будем в Крыму, в Крыму мы были еще и в прошлом году, и становимся к нему на порядок ближе. С уничтожением патрульных кораблей, и не только патрульных кораблей, конечно же, наше крымское время должно наступить скорее. Можно ли говорить о том, что Керченский мост защищен, мы уже неоднократно это перечисляли, и боновые заграждения, и баржи туда подгоняли, и наверняка есть береговая какая-то противовоздушная оборона. Насколько вот Россия, российские оккупационные войска в Крыму ценят этот объект, и, ну так скажем прямо, какие еще цели для наших дронов, как морских, так и воздушных, можно предположить в этом районе? Ну, собственно, вы, наверное, еще хотели сказать о боевых дельфинах, которые вот эта тема тоже информационно очень долго разгоняли россияне. Я как-то сказал в свое время в вашей студии о том, что, скорее всего, боевые дельфины, они уже давно перешли на службу вооруженной силы Украины, и, судя по всему, так оно и происходит. Поэтому, если мы говорим о значении Крымского моста, тут тоже информационная составляющая очень важна, потому что оккупанты, они в последнее время разгоняют тему о том, что сегодня строится обходная дорога железная по сухопутному коридору, и в Крым в том числе, и значение Крымского моста, оно все становится меньше и меньше. Ну что ж, мы на деле проверим, наши силы обороны проверят, насколько легко будет оккупантам без существования этой незаконной переправы, которая пока еще выполняет свои функции, но выполняет их неполноценно, потому что, во-первых, простое, во-вторых, скажем так, вопросы безопасности следования и, скажем, вагонов с вооружением, с боеприпасами по железной дороге через Крымский мост, эти вопросы безопасности сегодня не являются, простите уже за тавтологию, безопасными, потому что мы видим Крымский мост, ненадежная конструкция, да еще раз скажу, она незаконная, поэтому с безопасностью становится и в Черном море все хуже. Ну а, собственно, что касается, скажем так, и других заграждений, ну давайте спросим у того же большого десантного корабля, или Негорский горняк, который находился, например, в порту Новороссийск. Насколько безопасно оказалось ему быть именно в этом порту. Поэтому безопасных локаций в Черном море для россиян сегодня не осталось. Да, это не будет каждый день, но это будет. Сергей, давайте теперь перейдем к оперативной обстановке на юге Украины. 18 вражеских дронов из 22, такой результат сегодняшней работы нашей ПВО, запускали россияне дроны из района Балаклавы и были сбиты в границах Одесской области. Расскажите подробнее о последствиях. Ну вот видите, вы называете эту локацию на территории временно оккупированного Крыма, которая под пристальным вниманием. И я думаю, что если мы говорим о вопросах безопасности нашего юга, в частности Одесского региона, то всегда спрашивают, рецепт какой, чтобы меньше шахедов летело в нашу сторону. Ну, борьба на упреждение, то есть уничтожение этих площадок, с которых эти шахеды запускают. Мы можем также назвать, мы с Чаудом, мы можем назвать Приморско-Ахтарск. Что касается сегодняшней ночной атаки, воздушные бои были очень жесткие, массированная атака, тем более, что у нас накануне фактически случилась эта трагедия. Сегодня уже хоронят первых погибших, когда дрон прилетел в жилой дом. Собственно, сегодня эта атака была более массированная, но 18 дронов удалось уничтожить. Что касается попаданий, то это строение заброшенного, вернее, не функционирующего санатория, он перестал функционировать с началом большого вторжения. И, собственно, на этих кадрах все видно, что эти здания в нерабочем состоянии, они законсервированы. Те пожары, которые, к сожалению, возникли, они довольно быстро были локализованы нашими спасателями, за что им честь и хвала. Снова-таки надо сказать огромное спасибо средствам противовоздушной обороны, нашим бойцам, мобильных огневых групп, которые максимально отработали. Враг пытается атаковать Одессу, враг будет пытаться и дальше это делать. И одна закономерность, которая проявляется с каждой такой атакой. Первая, сугубо тактическая, заходит в море. Вторая, террористическая, она связана с тем, что враг открыто атакует жилые кварталы. Враг пытается атаковать именно город, для того, чтобы бить по мирным людям. Поэтому максимально хирургически сегодня должны работать и наши защитники неба, потому что враг пытается эти маршруты путать. Враг пытается максимально, еще раз скажу, пролетать над жилыми домами, для того, чтобы ограничить возможности сбития таких шахедов. Пока удается, слава Богу. И вот сегодня самый главный результат, то, что обошлось без пострадавших, без человеческих жертв. Да, действительно, мы все благодарны нашим бойцам ПВО, которые защищают небо. Вы вспомнили о трагедии, которая произошла после предыдущей атаки в Одессе. И тогда в нашем эфире Наталья Гуменюк сказала, что беспилотники, которые разрушил вот этот подъезд дома и убил 12 человек, он был с усиленной боевой частью, был выкрашенный в черный цвет. Были ли при сегодняшней атаке такие использованы? И вообще, как часто встречается такого рода шахеды? Что касается атаки в ночь на 2 марта, то пока свою оценку окончательные эксперты не озвучили. Я думаю, что в ближайшее время она точно будет озвучена. Что касается усиленной боевой части этого дрона, вполне вероятно. Можно допускать. Но, опять-таки, окончательное слово скажут все-таки эксперты. Что касается этой атаки, тоже есть осколки этих шахедов. Они будут тоже исследованы, изучены. И дана оценка того, что происходило, какие дроны летели. То, что касается черного цвета или не черного цвета, я думаю, что эта информация, насколько она важна, опять-таки, слово все-таки больше к экспертам. Тут главное говорить и напоминать нашим гражданским людям о том, что необходимо идти в укрытие, чтобы не было повторения таких трагедий, которые у нас произошли. Враг коварен, враг жестокий, враг бьет именно по мирным людям. Ну и наш чуть ли не ежедневный вопрос, какова ситуация на левом берегу Днепра, в Крынках. Мы уже неоднократно говорили о так называемых технических лимитах в плане бронетехники российского командования на этом участке. Чем атакуют? Какая там сейчас ситуация, какое вооружение применяют? Все, что есть в наличии у врага, он пытается применять. В основном сегодня речь идет о штурмах. Их интенсивность, она различная. Нет, скажем так, рекордных каких-то наступлений, но проблема в том, что надо собрать эти штурмовые группы для того, чтобы атаковать наши позиции. Лаздармы на левом берегу есть. Наша контрбатарейная борьба это один из главных способов отражения этих атак. Наши дроны это еще один инструмент для того, чтобы уничтожать врага и не давать возможности ему овладеть нашими плаздармами на левом берегу. Поэтому ситуация максимально, насколько она возможно, контролирована. Действительно остается очень сложной, потому что задачи врага понятны. Уничтожить наши плаздармы на левом берегу. Пока им это не удается, надеюсь, что и не удастся, потому что наши морпехи, наши подразделения силы обороны свою задачу выполняют на 12 баллов, наверное, по 10-ти балльной шкале. По поводу атак россиян запрещенным вооружением. 1068 химических атак. Сначала полномасштабное вторжение в Украину совершила Россия вопреки всем международным конвенциям, международным договорам. Об этом говорят в командовании сил поддержки ВСУ. Часто ли оккупационные войска применяют химическое оружие на Южном фронте? И что это за вещества? Есть ли у вас информация? Мы можем говорить о том, что это следует из официальных релизов оперативно-стратегической группировки войск Таврия. В частности, на Запорожском направлении враг совершает такие военные преступления, используя боеприпасы боеприпасы с химическим веществом. То, что оно запрещено, это понятное дело. Об этом говорят наши коллеги, наши побратимы. Какое именно вещество применяется, сейчас тоже проводятся исследования для того, чтобы предоставить материалы потом, в том числе, наверное, и в международный трибунал, потому что действительно это военное преступление. Такие случаи есть, они подтверждены. Но что еще раз свидетельствует о том, что мы воюем с армией террористов. Ну вот, а кассетные боеприпасы? Была информация, что применяли на Запорожском направлении, обстреливали населенные пункты, и тогда погиб мирный житель. Это одна из недавних информаций. А это часто применяют кассетные боеприпасы по мирным населенным пунктам? Или это не в новинку уже тоже? Давайте, наверное, начнем с второй части вопроса. Это будет ответ вообще на вопрос как таковой. Кассетные боеприпасы враг стал использовать буквально в первые же дни после начала полномасштабного уторжения. Сейчас разница только в локациях, вот и все. Если не ошибаюсь, это первый раз было использовано уже в марте 2022 года. Поэтому все, что запрещено, враг пытается использовать. Но опять-таки это свидетельство его военных преступлений. И все эти материалы будут на столе международного трибунала. За это придется отвечать. По данным партизан АТЭШ, в Джанкой россияне пригнали своих ФСБшников из Москвы. Приоритет деятельность подполья. Вот с чем связываете вы такое подкрепление? Не связано ли это вот с недавними историями, с исчезновением российских военных? Я скажу так, что российские военные будут исчезать на территории временно оккупированного Крыма, и не только Крыма, постоянно. До той поры, пока российские войска не уберутся, вернее, не будут изгнаны с нашей территории. Понятное дело, что национальное сопротивление, движение сопротивления, которое есть на наших временно оккупированных территориях, речь ведь не только о Крыме, оно не дает спокойно оккупантам жить, потому что мы прекрасно понимаем, что Украина, несмотря на все заверения врага, не ушла с нашего Крыма в 2014 году. Сегодня партизанские движения работают, подполье работает, и все те операции, которые так или иначе проводятся на временно оккупированных территориях, здесь неоценимую помощь оказывают наши подполье, наши партизаны. Да, враг пытается найти этих людей. Но надеюсь, что те меры безопасности, которые применяются, которые проводятся, с нашей стороны, они не позволят не просто там разбить наше подполье, но и выявить наших людей, они дождутся нас до победы, и вместе уже празднуем нашу победу. По данным нашей разведки, в целом, по всем временно оккупированным территориям, Москва пригнала туда около 30 тысяч бойцов Росгвардии. Но, зная о том, что, обещая какие-то тыловые занятия, тыловую деятельность, любой из российских бойцов может оказаться на фронте, то есть, вот хотелось бы с вашей точки зрения разъяснить эту ситуацию. Это получается, что местных боевиков, коллаборантов уже не хватает, или все-таки это усиление нужно связывать с предстоящими псевдовыборами на временно оккупированных территориях? Да, это однозначно как элемент запугивания, элемент давления на наших соотечественников, которые находятся на временно оккупированной территории. Да, это действительно связано с проведением так называемых выборов, потому что враг прекрасно понимает, что наши люди не идут на так называемые выборы. Будут сейчас, и что уже делают? Обходят дворы, обходят дома, обходят конкретно людей. Приходят местные коллаборанты с этими, там, не знаю, корзинками, коробочками, и, соответственно, их сопровождают те вооруженные люди, которые и заставляют в итоге голосовать или ставить определенные отметки в этих бюллетенях. Ну и, соответственно, фильтрационные определенные мероприятия враг тоже пытается проводить. Это все связано с поисками наших партизан, нашего подполья, которые оказывают врагу сопротивление. Мы видим, насколько эффективно. Ну, получается, что не всегда вот эти обходы по квартирам приносят результат, потому что вот на псевдовыборах на оккупированных территориях Херсонской области оккупанты голосуют вместо жителей. Об этом сообщает подполье «Желтая лента». Это речь идет о населении Каховского района, они там не спешат создавать картинку для Роспропаганды. Что вам об этом известно? Я вам скажу так, что оккупанты сегодня пытаются быстрее проголосовать, заставить и своих военных, несмотря на то, что голосование с 15 по 17 марта, потому что их бойцы не выживают и не доживут к этому времени. Что касается наших граждан, то коллаборанты, те, которые первые же дни полномасштабного уторжения открыто перешли на сторону врага, они уже показали в очередной раз, что они голосуют, проголосовали, но поверьте мне, что их не так много. Что касается наших остальных соотечественников, они максимально оказывают сопротивление, и враг уже идет даже на то, что украинские граждане заполняют эти бюллетени, документы по украинским паспортам. Это как раз и свидетельствует о том, что, во-первых, не спешат получать российские паспорта, несмотря на то, что те, у кого нет таких документов, псевдодокументов, соответственно, они остаются без определенных социальных, я бы даже не сказал, льгот, а каких-то социальных механизмов. Это возможность купить лекарства, например. Поэтому то, что делают наши люди, вот это невооруженное сопротивление, в том числе на временно оккупированных территориях, это достойно уважения, это проявление мужества, украинского мужества. И мы им всем за это очень благодарны. Спасибо вам, Сергей, за то, что уделили на время и присоединились к эфиру. Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии Юг, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры подогнал «Симон»